Добрый день, уважаемые трейдеры! Потому что уже завтра фундаментальный фон будет пестрить супер крутыми событиями, начиная от статистики по штатам. В четверг плавно мы переходим от стат данных США к супер блоку данных по Англии. И, собственно, пятница будет замыкать снова целым блоком важных релизов, макроэкономических отчетов по США, где отдельные темы выступают данные по Non-Farm Perils. Это целый кластер, скажем так, информации, потому что нас ожидает отчет не только по количеству новых рабочих мест, но еще и по уровню безработицы и по динамике роста заработных плат. И немного забегая вперед, я снова предлагаю вам уделить побольше внимания именно к статистике по росту заработных плат, потому что это как раз тот самый индикатор, который отражает будущие показатели активности потребителей. А логика здесь простая. Чем больше мы зарабатываем при здоровой экономической конъюнтуре, тем больше мы будем тратить. Вот почему на заплаты я традиционно обращаю больше внимания, почему я жду вот этот блок статистики, потому что на основании этого релиза можно понять, опять же, есть ли предпосылки для роста инфляции. Как вы знаете, для представителя американского регулятора, возможно, если есть сейчас какой-то, скажем так, статистический головняк, так это низкие значения индекса потребительских цен. Но если появляются оптимистичные ожидания по росту расходов потребителей, значит этот позитив мы параллельно транслируем и на будущие показатели инфляции. Про Non-Farm Parallels у нас будет еще куча времени, чтобы поговорить сегодня, настолько в вторник, завтра, в четверг мы тоже будем возвращаться к этой теме и, надеюсь, уже к пятнице подойдем максимально вооруженными теми, ожиданиями, которые присутствуют, и максимально подробно и детально разобрав ту картину, с которой работают трейдеры. Начнем давайте с нефтянки. Хоть у нас и очередное обновление локальных максимумов по Brent забрались выше 60-50, это перепись, по сути, двухлетнего хая, по WGTI тоже есть прогресс, мы практически добрались до уровня 54-50, то есть вот-вот будет протестировано сопротивление 55, это максимум за последние 8 месяцев. Хотелось бы мне сказать, что появился какой-то дополнительный триггер для роста актива углеводородов, но его нет, друзья, потому что торговая сессия понедельника, это по-прежнему резонанс от тех событий, которые случились у нас на прошлой неделе, произошли и уже стали причиной роста нефтянки. Мы находимся на многомесячных, скажем так, общих для обоих активов на многомесячных позициях, потому что трейдеры крайне оптимистичны относительно фундамента информационного фонда, в соответствии с которым ожидается, что действие энергетического факта, который вступил в силу с конца 2016 года, будет продлен и продлено, возможно, даже до конца 2018 года. И, признаться, эти ожидания основаны не на пустом месте. Очень серьезный импульс для вот этого позитива был задан последними комментариями министра нефти Саудовской Аравии, который обозначил позицию проявления максимального содействия в скорой реабилансировке рынка. 30 ноября. Ну, вроде бы как и скоро. С другой стороны, еще 4 полноценные недели, друзья. На спекуляциях, в настроениях с нефтью может произойти все, что угодно. Любой сдвиг по позиционированию, то есть любой слух о том, что соглашение будет продлено, это, конечно же, толчок для нефти. Соответственно, если на рынке будут появляться уже сообщения больше расстраивающие и сообщения, скажем, следующего толка, что эффективности ОПЕК все равно под вопросом, потому что параллельно с инициативой сделать хоть что-то еще дополнительное, растут ли объемы добычи от США. Тогда настроения будут способствовать распродажам. А сейчас очень трудно представить, каких котировок нефть может достигнуть вот к сроке до 30 ноября. Но я все-таки предлагаю уже смотреть в сторону большего негатива, поскольку этот негатив сопряжен с текущей ценовой конъюнктурой, реальностью и элементарным логичным осознанием того, что при текущих ценах, где и должны сейчас зашкаливать объемы добычи, так это в Соединенных Штатах Америки у нас известно тем, что они борются уже всерьез за чуть ли не лидерские позиции по объемам добычи нефти. Сланцевый эквивалент по производству уже превосходит 6 миллионов баррелей. Активность возрастает. Прошлой недели это слом, опять же, по-моему, четырехнедельного цикла, когда количество терминалов неуклонно снижалось. Сейчас у нас прирост плюс одну единицу мы набрали, 757 штук. Ну, согласитесь, тоже позитивный момент именно в оценке того, что Штаты будут увеличивать те показатели нефтедобычи. На что еще стоит обратить внимание, так это на статистику, которой традиционно очень много в рамках недели. Это два отчета, в основном вторника и среды от Американского института нефти и данные от Администрации аналитической информации. Сегодня у нас 23.30 классика. Это отчет от, собственно, Американского института нефти. Если учесть тот факт, что в последние несколько недель уж очень тесно коррелируют показатели АПИ и, соответственно, администрации аналитической информации, то сегодня у нас уже будет мощный сигнал о том, как можно торговать нефтью и стоит торговать нефтью дальше. Это как сравнивать, к примеру, статистику по количеству новых рабочих мест по ЭДП, а потом уже ждать новых барон-переллс, отталкиваться от этих данных. Если сегодня, друзья, мы увидим подтверждение, опять же, прироста запасов, это, безусловно, будет нежный фактор, потому что сейчас очень много технических индикаторов, еще указывающих на то, что нефтянка очень сильно сейчас перекуплена, и, конечно же, любой фундамент, который будет способствовать продажам, очень быстро вернут тот же самый бренд ниже 60. Я пока что не вижу мощных оснований, ну, кроме как оптимистичных ожиданий, что произойдет чудо. И 30 ноября регионы, участники этого пакта, смогут согласовать дополнительные меры для уже сокращения вот этого избыточного предложения. На настроениях, возможно, мы уже выросли, поэтому дополнительный интерес будет ограничен. Это мое субъективное мнение, моя субъективная позиция, поскольку она озвучена, вы с ней знакомы. Сейчас я больше уже сторонюсь идеей продаж нефтянки и, собственно, буду делать это уже в ближайшие дни. Уровень попробую нащупать для вас, друзья, если вам нужен конкретный ориентир. Пока что не хочется заходить в продажи, в принципе, сейчас вообще не хочется торговать нефтянкой. Но думаю, что если сегодня, завтра, либо до конца недели будут найдены предпосылки для коррекции, мы увидим просадку нефтянки на несколько процентов, и для нас это будет сигналом того, что нужно уже присматриваться к еще большей нисходящей динамике. По рублю 58, можно сказать, сейчас котировки, это все, опять же, следствие и последнее решение Банка России по снижению ставки и рефинансированию до 8,25%. Конечно же, любое смягчение режима – это потенциальный негатив для курса национальной валюты. Если уж рубль не смог обозначить для себя более бодрые позиции против валютных конкурентов, доллара и евро, тогда, когда нефть у нас на двухлетних максимумах, вы понимаете, что произойдет с российской валютой, если нефть сейчас корректируется, скажем, на 3-5%. Тогда мы сможем добраться до 60, даже еще до декабря. Цели остаются прежние, просто их обозначаются, скажем, регулярной частотой. Из недели в неделю у нас рентиль пока не меняется. Мы видим причины для снижения курса рубля, и осталось только дождаться реализации этого сценария. Доллар японская иена не оправдывает пока в наших ожиданиях, даже несмотря на, друзья, нашу с вами такую общую, солидарную визуализацию. Конечно же, говорю про тех, кто оставит на рост американца, верит, что доллар должен быть сейчас выше по позициям, чем занимает. Но пока что мы снова работаем с откатом. Доллар японская иена торгуется на отметках сейчас 113-14. Локальный максимум выше 114 пока не переписаны. И разбираясь в фундаменте, который и стал причиной коррекции американской валюты вчера, стоит отметить два фактора, которые я лично выделил для себя, и считаю, что именно они действительно и стали причиной ухудшения настроения. Во-первых, это активное обсуждение, которое сейчас идет в палате о представителе парламента США относительно реализации будущей налоговой реформы. И есть сейчас намеки, сигналы того, что реформу, может быть, и реализуют, но резкого сокращения корпоративного налога с 35% до 20% сразу не последует. Это будет постепенный, поэтапный процесс, и прежде чем ставка будет 20%, потребуется 2-3 года. Конечно же, это рынок возмутило. Опять же, раньше такое даже не рассматривалось и не обсуждалось. Но тут же хочу поставить под сомнение по то, что в таком формате мы увидим налоговую реформу, потому что буквально под закрытие вчерашней торговой сессии, по идее, доллар мог выкрапаться на этом фоне, но пока что не очень-то торопится возвращаться к прежней позиции. Под закрытие торговой сессии пресса «Белого дома» Сандерс отметила то, что принципы Трампа в отношении этой реформы не меняются, и его видение не предполагает и не включает эту поэтапность. Поэтому, скорее всего, наверное, истинные процессы реализации этой реформы будут сведены к единоразовому сокращению налогов. Второй момент, который также мог стать причиной снижения курса американской валюты, это обвинения, которые были выдвинуты в адрес руководителя президентского предвыборного штампа, Собственно, Трамп — это руководитель президентской кампании Пола Монапофта, которого обвиняют в налоговых махинациях. Ему грозит чуреное заключение сроков до 80 лет, и как трейдеры любят это дело, любые, собственно, обвинения, которые сейчас звучат в адрес ближайших соратников, скажем, Трампа, тут же интерпретируются как очередные доказательства присутствия российского следователя президентской клонки. Я думаю, что вы в каком-то формате уже ознакомились с этим фундаментом, знаете то, что он действительно является, возможно, ключевым сейчас для американской экономики. И если мы обратим внимание на то, что происходило с американским фондовым рынком, то именно эти сообщения и стали причиной того локального отката с новых исторических максимумов, которые мы видели и по американской фонде. Доллар явно тоже болезненно среагировал на все эти новостные сходки. Ну, на самом деле, доллар среагировал на поведение доходности трэжа из 10 лет, а вот они как раз, потеряв до 5 байсных пунктов, то есть снова оказавшись ниже отметки 2,4, которую я сейчас рассматриваю, как психологическую, необходимую планку, чтобы актив закрепился выше, только после этого доллары будут предпосылки для роста. Сейчас мы снова находимся ниже, поэтому настроения, они, соответственно, сейчас больше даже на негативном ключе развиваются. И еще стоит отметить, друзья, вчерашнее сообщение Блумберга о том, что Трамп объявит имя нового главы американской федеральной системы, который сменит в феврале Джанет Йеллен уже в этот четверг. Наиболее вероятный кандидат Джером Пауэлл не Джон Тейлор, который раньше обсуждался, рассматривался, хотя его еще не нужно списывать со счетов. Я думаю, что какой бы кандидат, либо Пауэлл, либо Тейлор, не остал бы будущим главой, все равно рынок может сложиться под более агрессивный темп повышения процентной ставки, потому что взгляды у них разнятся только лишь в темпах повышения процентной ставки. Но то, что это необходимые действия, и это нужно делать с учетом текущего состояния американской экономики, здесь их мнение, собственно, схожее. Поэтому, друзья, ждем мы с вами четверг. Это, безусловно, учитывая, как рынок готовится реагировать на малейшие слухи по этой теме, то фактическое решение, оно отнюдь сейчас не заложено в цену, может спровоцировать еще более мощную волатильность. Поэтому контролируйте риски. Это важно сейчас по-добру. Ну и плюс по всему, завтра мы с вами начинаем уже следить за рынком труда. ЭДП отчет и нонформаторился уже в пятницу. Ожидания очень хорошие. Я позволил себе обозначить цель по приросту новых рабочих мест в 200 тысяч. Ну вот, видя тот консенсус, который обсуждается, то есть оптимисты, которые всерьез полагают то, что статистика может указать на прирост количества новых рабочих мест в 300 тысяч. Вы понимаете, что произойдет с долларом, конечно же, в плане роста, если эти цифры мы увидим на своих экранах в бюллетенях экономического календаря. Помимо этого, у нас личный доход, личные расходы, которые вышли вчера, ну, статистика лучше всяких ожиданий, 0,4% дохода выросли, 0,2% и эти же доходы тут же конвертировались в расходы, в еще большей прогрессии, потому что здесь прирост у нас сразу до единицы, на целых 0,1%, чтобы вы понимали, это максимальное значение за последние 8 лет. Еще одно подтверждение того, что именно расходы домохозяйств стали основным триггером для роста американской экономики, подтверждение чего мы получили в виде данной полутой в минувшую пятницу. По доллару, несмотря на текущие распродажи, я сохраняю свой оптимизм и верю в то, что американская валюта еще покажет, кто является лидером рынка. Евро против доллара. А снова мы обращаем внимание на политические риски, которые, кстати, уже реализованы. Как вы знаете, парламент Каталонии проголосовал за принятие декларации независимости. Тут же, сразу же, в моменте после этого, Мадрид инициировал 155-ю статью Конституции, которые лишают регионов автономии. По сути, если говорить официально, то инициирование 155-й статьи и переход управления Каталонией под центральный управление Мадридом лишает каких-либо властных полномочий текущий парламент Каталонии и, собственно, первых представителей политических. Более того, в отношении того же самого Пучдивона сейчас уже начато расследование по возможному инициированию мятежа, и это может осуществить, опять же, и уголовное преследование. Ситуация вокруг именно Каталонии, я думаю, то, что еще волокнется в динамике и в курсе европейской валюты, потому что так просто, скажем, восстановить контроль Мадриду явно не удаст. И все это, как минимум, спровоцирует сейчас народные волнения, протесты, которые будут оказывать понижательное давление на курс евро. Досрочные парламентские выборы в Каталонии состоятся 21 декабря. Очень много выводливых идет до этой даты. Соответственно, будем настраиваться на то, что обойдется без каких-либо уж совсем кросс-мажорных проявлений и следствий, обойдется без пострадавших. Но, будучи реалистом, опять же, и зная, к чему может привести новостной фон, я все-таки рекомендую рассматривать себя политику в качестве довольно мощного катализатора для снижения курса евро. Про ИЦБ, с вашего позволения, сейчас я не буду говорить, потому что много говорили мы и на прошлой неделе, в неделе я уделил этому внимание. Политика остается мягкой в целом, даже несмотря на сокращение вдвое объема покупаемых облигаций, но сроки этой программы продлины, да и ставки сейчас обозначены как необходимые низкие, и таковыми они, собственно, и сохранятся. Собственно, давление на евро распродажи более обусловлено еще с высказанной позицией, дорогие, о том, что пока что текущая политика, она должна быть выдержана в прежнем мягком случае, и если ситуация ухудшится, то снова можно будет говорить и про даже расширение ее, собственно, ассортимента, расширение самого пола этой программы QE, программы количественного смягчения. По евро, в связи с этим, друзья, мы сохраняем короткие позиции и ждем тестирования поддержки 1,15 фунт против доллара. Вчера очень неплохо вырос. Хочется верить то, что это не просто очередной поход вверх, чтобы потом показать такую же затяжную коррекцию. Все в соответствии с нашими ожиданиями. Сейчас мы поставили на рост фунта с начала тензелия. Я надеюсь, что рост британца связан не только с слабостью доллара, но еще и с ожиданием того, что, соответственно, послезавтра уже банк Англии поднимет процентную ставку. Меня очень интересует вопрос, какие взгляды будут характерны для британского регулятора после этого решения? Будут ли они еще, скажем, раз вмешиваться в политику до конца этого года? Либо оставят любые потенциальные дальнейшие изменения на начало 2018 года? Проявление жесткой монетарной политики – это поддержка для курса национального актива, для фунта. Поэтому, как и раньше, я лишь повторяюсь, что моя цель до конца этой недели 1.34 по паре фунт-доллар. Доллар-канадец у нас текущие котировки 1.2839. Друзья, пара по-прежнему комфортна для длинных позиций. Можно занимать их на краткосрок, на средний срок и на долгосрок. Причин для ослабления курса канадца очень много. Это и сомнение в том, что Банк Канады будет поднимать процентную ставку даже в первом квартале 2018 года. Это неопределенность торгового характера отношений США посредством соглашения НАФТО. Это ожидание по поводу объявлений нового главы ФРС, который может постимулировать рост доллара. Это ожидание и роста ставок в рамках американского регулятора. Это ожидание и налоговой реформы. Даже обсуждается идея, что ее могут реализовать уже до дня благодарения. Ну, что-то не верится мне в это особенно. Ну и еще один фактор, я вчера про него говорил, это слабость нефтянки, которая тут же может стать причиной еще большего давления на канадца. Цели ближайшие по USDK 2.1.30, хотя я думаю, что до конца этого года можно метить даже в районе 1.35. Из важных событий сегодня в 13.00 ждем данные по ОГУП и индексу потребительских цен еврозоны. По инфляции ожидание слабое, значит давление может быть усилено еще и статистикой. 15.30 темп экономического восстановления в Канаде. Если мы и по этому отчету увидим все-таки более худший показатель, то, соответственно, канадец может резко просесть, потому что плохая статистика по экономическому росту – это то, что станет окончательным стопором для жесткой позиции Банка Канады до конца этого года. Но это, если кто-то сомневается, что будет иначе. Я считаю, что нужно быть уже абсолютно уверенным в том, что мы можем заказываться под какую-то позиционную слабость канадца. И в 23.30 это статистика от АПИ, Американского института нефти по запасам. Посмотрим мы за этим отчетом. Завтра в 9.30 я, как и всегда, вам все подробно расскажу. На этом, друзья, все. Хорошей вам торговой сессии. Готовимся к мощным дням окончания этой недели, к турбулентности, к росту волатильности. Ну и готовимся, конечно же, если вы не уловили намек, контролируя риски и загрузку депозит. Это важно сейчас. Если есть вопросы, можете оставлять их на нашем канале на YouTube. Ну и если будет нетрудно, параллельно с вопросами, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, большие пальцы. На этом все. Всего доброго. До свидания.